Приветствую всех еще раз и особенно тех кто будет смотреть нас в записи и мы продолжаем с вами знакомство с ГОСТом 2018 и сегодня мы поговорим о библиографических описаниях составной части ресурса то что раньше называлось аналитическим описанием и напоминаю коллеги для тех кто может быть к нам присоединился вот только сейчас у нас было уже два вебинара по ГОСТом ссылки на них я вам дам потому что на них я иногда ссылаюсь во время наших встреч с тем чтобы вы могли пересмотреть и какую-то полезную информацию для себя оттуда добрать первый вебинар октябрьский у нас был по структуре библиографической записи библиографических описаний мы разбирались с областями и элементами я вам говорил что это нам пригодится вот по всем остальным нашим вебинаром ссылку на него я вам даю и в прошлый раз мы знакомились с семейством книг как на примере которого разбирали многочастные ресурсы и немножко коснулись сериальных изданий ссылку на этот вебинар я вам тоже дает так как сегодня мы к нему тоже будем немножко отсылать упоминать про него вот такие два вебинара у нас состоялось ну и посмотрите по расписанию еще у нас 28 числа будет вебинар уже по электронным ресурсам поэтому мы сегодня говоря о библиографическом описании составной части будем говорить в основном затрагивать печатные версии про электронные ресурсы на следующем вебинаре мы про описание будем говорить и про составную часть в том числе тоже то есть статьи из электронных журналов это у нас уже на 28 число пойдет но те правила которые мы разберем сегодня они будут нам важны и нужны и в следующий раз и какие вопросы нас сегодня с вами ждут вопросы небольшие их 4 попробуем уложиться в час небольшим по времени мы сегодня у нас если на первом вебинаре у нас была такая метафора проходящая это строительство дома в прошлый раз у нас было семейство книг и еще ряд метафор да там были оборочки в подбор хвост павлина и прочее то сегодня скорее подойдет такая метафора рецепта до кулинарного рецепта когда мы что-то готовим и вот первый первый наш вопрос это такой сбор ингредиентов что такое состава идентифицирующий документ что является объектом библиографического описания составной части ресурса какие знаки различия предписанной пунктуации в общем мы собираем весь инструментарий и все необходимые ингредиенты а потом уже начинаем готовить и библиографическое описание составной части вторым вопросом мы разберем затем посмотрим особенности описание идентифицирующего ресурса вторая часть большая в этом описании и четвертый вопрос это разные особенности описания составной части ресурсов для многочастных и одночасных ресурсов да посмотрим что для сериальных изданий что для периодических уже на примерах уже такой десерт смешение коктейли будет но попробуем их тоже посмешивать про статьи сдуем и в самом конце упомянем но разберем только первую часть потому что там где идет речь об идентифицирующем ресурсе там уже будет идти речь об электронных ресурсах а это уместнее рассмотреть уже на следующем вебинаре и не задерживаясь долго на книге рецептов переходим уже непосредственно к сбору ингредиентов первый вопрос что такое библиографическое описание составной части это то что раньше у нас называлось аналитическим описанием знаки предписанной пунктуации которые здесь используются напоминаю все те же самые которые используются и для описания ресурса целиком но самый главный знак который здесь присутствует ой сейчас возьму указку это так называемый дабл слэш его еще называют а по старому две косые черты да и так она называется две косые черты это вот тот идентифицирующий признак по которому мы просто даже еще не вчитываясь в библиографическое описание можем сказать а это составная часть ресурса все понятно и он дает нам представление разделяет две части если уж продолжать аналогию с кулинарией это знаете как тесто и начинка вот первая часть на саму составную часть описание до двух косых черточек это как начинка а то что за двумя косыми черточками это уже сам пирожок тесто в зависимости от того из какого ресурса мы берем эту составную часть у нас может быть и пельмень и хачапури по-аджарски и пицца и нормальный мясной шикарный пирожок поэтому вот можно вот по такой аналогии вернее ассоциации понять о чем речь и две косые черточки нам как раз и нужны это такое место разлома вот когда мы покупаем пирожок мы же его покупаем из начинки правда то есть из-за той составной части статьи раздела главы которые нас заинтересовали но мы же покупаем не начинку один мы берем целый пирожок но мы знаем что это пирожок с мясом чтобы до этого мяса добраться надо взять пирожок в руки разломить его вот по этим думка сым черточком и тогда мы сможем добраться до начинки здесь та же самая история все что находится за двумя косыми черточками это вот сам пирожок это важно для поиска мы начинаем поиск не с первой части не с начинки а начинаем сначала мы должны купить пирожок найти его а потом уже ломать и докапываться до этой начинки это это важно для поиска иногда начинают вот неправильно искать литературу да по статье не обратили внимание на две косые черточки начинаем искать саму начинку а ее библиотеки нет а правильно потому что она внутри пирожка журнала за 2017 год пирожки в нашей жизни номер третий вот нам надо сначала найти вот это а внутри мы уже найдем вот эту составную часть вот то вкусное ради чего мы это все и ищем и покупаем и затеем вот для чего нам нужны эти две косые черточки это самое простое объяснение для не библиографов как раз по теме нашего цикла для студентов учеников они как-то сразу так пирожки в голове особенно перед перерывом на обед хорошо заходит может быть и другая ассоциация библиографическое описание составной части ресурса это то что раньше называлось аналитическим описанием старом гости теперь оно называется вот так и самое главное здесь только не запутаться потому что если мы говорим библиографическое описание составной части ресурса мы имеем вообще вот все 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 описание но оно делится на две части первая которая тоже называется составная часть поэтому вот постараемся просто не не запутаться о чем идет речь по особенностям библиографического описания данного вида объектом является составная часть ресурса вспоминаем структура описания состоит из двух частей и содержится информация как о самом о самой составной части ресурса так и о ресурсе где он расположен и вот этот вот сам пирожок называется идентифицирующий ресурс то целое где расположена наша часть и составная часть ресурса что ей может быть здесь может быть несколько вариантов это может быть самостоятельное произведения или образом самостоятельный раздел каково-то ресурса curveizado существует мощно и в некоторых ресурсах этом встречающейся это может быть в части ресурса имеющие таких новой статьи что может сор菜 с auto инновременнымulus��� order ö gekektuit 핵 healthy свое заглавие, а могут быть просто иметь какую-то нумерацию без самостоятельного заглавия. Но их выделяют в целях библиографической идентификации. Ну, например, если книга у нас написана несколькими авторами, а нас интересует четвертая глава именно конкретного автора, с работами которого мы знакомимся и приводим их в своей письменной работе, то тогда мы можем сделать описание на составную часть, не на весь учебник или там на всю монографию, а вот именно сборник, а на ту часть, которая касается именно этого автора. А там может не быть название, там может быть просто глава номер 4, но написанная этим автором. С оборота титулового листа мы эту информацию можем получить. Ну, вот мы тоже можем сделать как описанием, через описание составной части ресурса. И идентифицирующий документ, это вот как раз наше тесто, это тот ресурс, в котором и размещена составная часть. Сама статья, глава, раздел и прочее. И они различаются, для каждого этого элемента есть свои предписанные источники информации. Источники информации для составной части ресурса, вот они у нас приведены справа, это первая и последняя страницы, ну, могут быть полосы, листы, различные элементы ресурса, на которых эта составная часть и расположена. Могут быть и другие части ресурса, использоваться, которые содержат сведения, которые нам необходимы для идентификации и составления описания составной части, вот этой нашей начинки. Что мы ищем для того, чтобы сделать это описание. Мы ищем, нам нужны сведения о заглавии, названия, о составной части, о заглавии составной части, об авторах иных лицах, которые принимали участие в разработке этой составной части, и оглавление, которое тоже нам помогает сформировать область местоположения, составной части в самом ресурсе. Вот та самая погенация, на каких страницах расположена. Это из оглавления мы тоже можем взять. Причем, оглавление содержания иногда может быть заменено вкладышами, наклейками и сопроводительными документами, особенно если это какой-то CD-диск, DVD-диски, иные формы носителей информации, то это вот, тогда мы берем оттуда. Сведения о заглавии мы берем из, открываем сам журнал, например, если у нас статья в журнале, и смотрим. А тут же мы можем взять, кстати, и автора. Это у нас пойдет в сведения, относящиеся к заглавию, составная информация об авторах и иных лицах, это у нас идет в сведениях об ответственности, и из оглавления мы берем размер вот этого нашего кусочка, место положения в документе. Источник информации для идентифицирующего документа это документ в целом. И главный источник информации здесь, как и для книг, у нас является титульный лист, сейчас его уравняли, оборот титульного листа, их сейчас уравняли в правах, то есть и то, и другое мы берем. Это могут быть титульные экраны, этикетки, наклейки, но это уже для электронных ресурсов. И остальные источники для остальных областей, из которых состоит эта часть библиографического описания в составной части ресурса, как написано в ГОСТе, регулируется разделами 5 и 6 соответствующего ГОСТа. Что это значит? Это значит, что если у нас многотомное издание, то мы будем смотреть в шестом разделе ГОСТа, который посвящен вопросом одноуровневых, многоуровневых описаний многочастных ресурсов. Вот многотомники, собрания сочинений, продолжающиеся издания, это все туда. Это мы в первую очередь будем смотреть в шестой раздел. Если же у нас отдельная книга, отдельное издание, одночастный документ, отдельная существующая физическая величина, тогда мы будем смотреть в первую очередь пятый раздел, который и посвящен этим вопросам. Вот что это означает в ГОСТе. В зависимости от вида источника мы обращаемся либо к тому, либо к другому разделу, когда мы формируем вторую часть нашего двухсоставного библиографического описания. Из чего же состоит структура? Структура описания составной части ресурса состоит из двух больших элементов. сведения о составной части и сведения об идентифицирующем документе. Соединяет их наш знакомый элемент две косые черточки. Можно это представить так, а можно представить и в такой схематической форме. Все, что выделено зелененьким, это относится к сведениям о составной части ресурса. Обратите, сведения о местоположении, они немножко стоят вот здесь, необычное их место расположения, но они относятся вот к этой части, вот это, и это, это одно и то же. Вот это отдельная история, это про весь ресурс целиком, а вот это дополнительная область примечания. Вот на следующем вебинаре она нам пригодится, когда будем говорить про электронные ресурсы, вот все адресные строки, где находится, URL, примечания о средстве доступности, вот это все уходит у нас вот сюда. Но не только для электронных ресурсов, иногда эта область тоже используется, когда нам нужно какие-то дополнительные сведения внести вот к этим описаниям. Но это уже более такие частные сложные случаи. В основном вот это для печатных изданий, а вот это у нас добавляется для электронных. Вот если совсем просто-просто простые варианты брать, то вот такая схема у нас с вами получается. И теперь мы собрали с вами все ингредиенты, все, что нам понадобится, вспомнили, что посмотреть, я вам ссылки на два вебинара дала, там можно будет необходимую информацию еще посмотреть, если что-то здесь не совсем будет понятно. И можно переходить уже к нашей начинке. Займемся начинкой. Второй вопрос, библиографическое описание составной части ресурса. Схема выглядит примерно вот так, тоже цветами я ее вам разделила, где у нас обязательные элементы. Обязательными элементами является основное заглавие сведения об ответственности, условно обязательные элементы сведения, относящиеся к заглавию, вид содержания средства доступа, это вот то, что мы пишем текст непосредственный, текст электронный, обратите внимание, они пишутся до двух косых черточек, если мы говорим о кусочке из большого пирога, о статье из сборника. Вот здесь мы пишем не в самом конце, то, что будет относиться ко всему сборнику, а именно к этой статье. Поэтому вот это вот указываем сюда, до двух косых черточек. И параллельное заглавие, это факультативный элемент, чаще всего мы его не используем, но просто имейте в виду, что если у основного заглавия есть еще параллельное на иностранном языке, то через знак равно мы его тоже можем указывать и вот сюда он у нас будет подниматься, вот здесь он у нас будет приводиться. Схема составления библиографического описания и порядок приведения сведений о составной части документа и идентифицирующего ресурса они соответствуют нормам составления одноуровневой библиографической записи. А мы на прошлом вебинаре смотрели с вами, что у нас есть многоуровневые и есть одноуровневые записи, в зависимости от того, с чем мы именим дело, что у нас за источник. И вот одночасные документы, наши книги, отдельные сборники, которые вышли, собрали авторов и взяли и издали сборник. Вот это может относиться к одночасным документам. И соответственно все эти нормы, которые в пятом разделе изложены ГОСТа, они здесь будут работать. Поэтому если возникают какие-то вопросы, мы сразу раз в пятый раздел и смотрим там. Ну и более подробно, если посмотреть с некоторыми примечаниями к составной части ресурса. Основное заглавие, вспоминаем, оно может быть простое или сложное, может состоять из нескольких предложений, но в любом случае основное заглавие мы не сокращаем ни в коем случае. Параллельное заглавие мы говорили, специально курсивом мы его выделили, факультетивный элемент практически не встречается очень редко, но если вдруг попали, то имейте в виду, попалось оно вам, куда его записывать. Сведения, относящиеся к заглавию, вспоминаем, это жанр, вид, хрестоматия, учебник, учебное пособие, сюда же для многочастных ресурсов мы приводим в двух томах, в трех томах, если это необходимо. Нет, это идентифицирующий ресурс. Здесь мы пишем только какие-то дополнения, если это необходимо, в основной части. Включаем в квадратные скобки, если мы формулируем это сами на анализе текста. Это в основном для идентифицирующих ресурсов вот здесь за двумя косыми черточками, вот там мы будем писать, как в обычных описаниях, если в нескольких томах, если это хрестоматия, учебное пособие и так далее. А здесь только то, что касается вот этой составной части. Не всегда используется, редко когда, но тоже может нам понадобиться, если требуется уточнить само основное заглавие. И помним, что в квадратной скобке мы записываем все, что мы формулируем сами на основе анализа ресурса. Сведения об ответственности. Сюда записываем обязательно первые сведения об ответственности, это обязательный элемент об авторах, и сведения о других лицах, организациях, принимавших участие в создании вот этой составной части ресурса, этой статьи, этой главы, этого параграфа, если это необходимо. Вот это не обязательный условно-обязательный элемент. Вот это обязательный. И вид содержания средства доступа, опять же, условно-обязательный, текст непосредственный, текст электронный, чаще всего мы с ними имеем дело. Опять же, это условно-обязательный элемент, мы можем его и опускать, если мы приняли такое решение и именно этот, эти источники этого вида информации составляют основной массив в нашем списке, тогда мы можем это опустить. И сразу сюда, к сведениям об ответственности, небольшая напоминалка, которая у нас была тоже на первом вебинаре, у нас этот слайд тоже с вами был, но еще раз его сюда привожу. Сколько авторов указывать в заголовке и за косой чертой? Кстати, о заголовке. Чаще всего заголовок приводится, но иногда делается и описание под заголовком, но это исходя уже из общих правил. Если у нас один, два, три автора, делаем под заголовком одного автора, остальных приводим в сведениях об ответственности. Ровно то же самое, как для книг, тоже действует и для составной части нашего ресурса. Поэтому, если у нас больше одного автора, то в сведениях об ответственности мы приводим информацию о всех авторах, если их один, два, три. И делаем описание под заглавием, но приводим тоже всех авторов, если у нас их четыре. Это по новым правилам, нового нашего ГОСТа. Если у нас пять авторов и более, мы тоже делаем под заглавием, под названием статьи. И в сведениях об ответственности обязательно приводим имена первых трех авторов и ставим сокращение и дыры. Вот эту напоминалку я вам еще раз сюда размещаю. Для составной части ресурса те же самые правила, как и для книг они действуют. Вот так у нас например может выглядеть наше библиографическое описание составной части, взятой из периодического ресурса, то есть из периодического журнала. На примере статьи. Вот посмотрите пожалуйста, чем первое от второго есть ли отличие или не отличается ничем. Вот наша составная часть, а вы пока пишите в чат отличается ли отличается ли первое от второго варианта и чем, чего есть там, чего нет где-то. Заголовок, да, есть автор у статьи, вот мы его привели в заголовок, напоминаю, что заголовок у нас идет как отдельная часть, он в состав библиографического описания у нас не входит. Дальше современная модель российской аспирантуры пилотное исследование первого выпуска. Обратите внимание, это название статьи, вот это двоеточие, видите, оно не выделено пробелом, это грамматический знак, так в названии статьи было написано, это объяснение пилотного исследования, это вот все название статьи, вот ровно так мы это и пишем, здесь нет сведений об ответ, сведений относящихся к заглавию. Ага, так смотрю, и вот дальше мы подошли до самого интересного, что у нас фамилия не повторяется, да, текст непосредственный, автор с косой чертой повторяется, в сведениях об ответственности не повторяется автор, букву н, что же делать. Кстати, в самом госте иногда и даже в некоторых каталогах библиотек, когда скачиваешь, вот просто наш любимый копипаст, раз так, ой, там же есть библиографическое описание, сейчас я раз себе и перетащу, даже там иногда вместо тире проскакивают наши короткие дефисы, наши любимые вот этот раз и дефис поставить, то есть это, ну, видимо, это не смертельно, правда, потом приходится переделать, поэтому коллеги сразу, если вы что-то берете из каталогов электронных библиотечных систем, потом просто посмотрите, потому что где-то у вас могут остаться дефисы, где-то у вас будут стоять тире, и получится разнобой некрасиво, да, ну, такое вот бывает, да, когда вот так вот берешь копипасту, скачал, а там дефисы оказалось, вот, совершенно верно, коллеги, смотрите, в первом случае у нас косой чертой мы повторяем автора, который был у нас в заголовке, да, и здесь мы вот этот условно-обязательный элемент, текст непосредственный, мы дописали, что мы сделали во втором случае, у нас нет автора, у нас нет информации в сведениях об ответственности, и мы исключили вот этот условно-обязательный элемент. Исключить его мы можем только в том случае, если в методических рекомендациях такое допущение есть, в образцах приведено, и мы получили на это разрешение, да, либо второй вариант, если у нас, и обычно это в методичках прописывают, поэтому очень внимательно читайте методички, если не написано, уточните. Есть такое правило, что если в списке источников основной массив это, например, печатные произведения, то вот это мы можем не писать, если у нас из 50 источников 40 печатные, то вот этот элемент мы можем в описаниях опускать, ГОСТ это разрешает. Отнес же это к условно-обязательным, а не к обязательным элементам. Но, если у нас оставшиеся 10 это электронные ресурсы, вот для них это будет уже обязательно, чтобы они выделялись, такое правило меньшинства действует. Но это лучше в конкретном случае уточнять у тех, кто вам эти методические рекомендации дает. Можно ли не писать, если мы говорим, да ради Бога, не пишите, не пишем. Рыбаков, почему его здесь у нас нет? Есть такая хитрость, есть такое допущение в ГОСТе. Сейчас про него расскажу. Татьяна Суковатых, вижу, можно ли скачать презентацию? Презентации на октябрьских, ноябрьских вебинарах нет, если очень-очень что-то нужно, ну, отскриншот. Все презентации уже будут на курсе, там весь материал к нашему курсу, всем участникам будет в полном объеме и еще плюс. Марина Савицкая, вы хотели мне что-то сказать, призвали меня к ответу, если что-то вы напишите, пожалуйста, в чат или в вопросы, или в личный чат, потому что я так немножко, да, не в понимании, что-то, что-то, что-то от меня хотели, я хочу понять, что. Для самого ресурса заголовок не требуется, для составной части его применения ошибкой не будет. Смотрите, не будет, ну, смотрите, Светлана Абдуризакова, если у статьи есть автор, мы его установили, то мы его должны привезти. Если, если делаем под заглавием, если у нас, например, четыре автора, тогда мы их вот сюда, закосую черту, всех приводим и делаем без без заголовка. Здесь правило, то же самое правило действует как для обычных ресурсов, по пятому разделу ГОСТа, да, если есть заголовок, то мы его приводим авторов, да, вот один, два, три, первого сюда, остальных сюда, если четыре, пять, то под заглавием, остальных сюда, если есть у статьи автор, конечно, да, приводим. Если, если вот такой коллективный материал, тогда мы в сведениях об ответственности что-то должны написать, что это такое, или вот здесь, вот здесь дать пояснение, да, для составной части, для статьи, чаще всего мы же статьи используем, для описания, для статьи, тогда, да, у статьи автор должен быть, его надо приводить, он, как правило, в журнале-то и приведен. Да, Светлана, ага, хороший вопрос, почему 96-96, а не просто 96? Совершенно верно, коллеги, вот заметили, ага, что, что, что не так в этом описании, значит, если 98, то вот так, если одна страница, тогда у нас будет одна страница, вкралась у нас ошибка, ну, вот пускай будет 98, да, погинаться, если на одной странице, тогда 96, да, и ставим точку, совершенно верно. Дефис, да, это, это тире, это тире, специально их ставили, и дефис, они чуть-чуть покороче у нас будут, они чуть-чуть покороче, это тире, просто шрифты разные, да, поэтому, еще специально жирненькие мы их выделили, ну, и напоминаю, что тире у нас отделяется пробелами. А, ничего страшного, Марина, я просто думала, у вас какой-то вопрос, и ничего страшного, если чего, пишите. И вот смотрите, по поводу отсутствия нашего автора за косой чертой. Есть такой пункт в гости, который касается описания, вот такой пункт 7214, где написано, ГОСТом дается нам разрешение, если сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с заголовком библиографической записи, а у нас и там, и там рыбаков НВМ, то в библиографическом описании составной части ресурса, они могут быть опущены. То есть мы за косой чертой можем вот это уже второй раз не приводить, вот как в втором варианте. А что у нас еще было вот здесь? Двоеточие должно быть. Вот текст, пробел, двоеточие пробел и дальше пошел непосредственно. Все ошибки нашли. Все отметили. Давайте еще раз посмотрим, все у нас здесь теперь правильно. То есть и этот, и этот вариант, они правильные. Мы можем привести вот эти первые сведения, но если они точно совпадают, тогда мы их можем опустить. Но если бы у нас здесь было написано «Коле рыбаков» в самой статье, то вот здесь мы бы написали так, как приведено в источнике, а вот здесь указали бы правильно, установив его инициалы. Рыбаков Н, по крайней мере, или что лучше рыбаков НВ. Привели бы как положено для того, чтобы можно было искать по алфавитному поиску. А сюда мы привели бы в сведения об ответственности тот вариант, как он был написан у нас в источнике. Тогда бы они отличались. Тогда да, тогда это стало бы обязательно. И посмотрите, что мы здесь приводим в сведениях об идентифицирующем ресурсе. Название журнала у нас, периодическое издание, год, номер и страница или страницы, на которых расположен этот ресурс. Вот они зелененьким, они относятся к составной части. А вот это вот все, что синеньким, это относится к уже самому ресурсу, журналу, в котором эта статья расположена. То есть поиск мы начнем этой статьи не вот отсюда, рыбаков НВ и название статьи. Если, конечно, мы не в поисковике, киберленинг ищем. А начнем вот отсюда. Сначала мы найдем журнал высшее образование в России за 17-й год, найдем в нем номер 7, а уже в нем мы найдем эту статью. Благо, страница у нас указана. Вот это для поиска самих источников. Поэтому, если вы видите две косые черты, поиск начинаем вот отсюда и потом переходим уже к начинке. Ага, все, вроде все нашли. Молодцы, мы с вами молодцы. Мы нашли практически все. Ну и вот мы этот текст отсюда просто убрали, чтобы не путаться с двоеточением. Мы могли это сделать. Описание идентифицирующего ресурса. Здесь тоже есть свои особенности, хотя оно нам очень хорошо знакомо. Мы смотрели с вами на первом вебинаре и на втором вебинаре. И вот это вот все нам как раз здесь и пригодится. И вот та схема, которая у нас с вами была на прошлой встрече. Вспоминаем, к какой части относятся периодические издания, продолжающиеся издания. Вот как раз то, что мы сейчас только на примере с вами разбирали. Это они относятся к многочастным ресурсам, сериальным. Вот периодические продолжающиеся и серийные издания, они относятся вот сюда. И у нас многочастные, есть одночастные ресурсы, выпущенные как одна физическая единица, и есть совокупность отдельных единиц, многочастные ресурсы. То, что мы в прошлый раз с вами смотрели. Но мы в основном говорили о монографических ресурсах, а сегодня пришла очередь о сериальных. И, как правило, мы из периодических продолжающихся сборников журналов, выпусков томов и частей нас интересуют отдельные конкретные статьи. Поэтому вот для них-то мы как раз в основном и составляем не описание всего ресурса целиком, на все сериальные издания или на весь продолжающийся вот этот вот сборник, а нам нужен какой-то конкретный один сборник, и из него мы берем статью. И немножко про, чем они отличаются. По ГОСТу 7060, по-моему, издание 2020 года, издание «Основные виды, термины и определения». Вот там можно найти определение всех этих видов ресурсов. Сериальных особенно. Здесь очень-очень трудно нам с этим определиться, поэтому себе просто возьмите на заметочку. Это пункты 3.2. Сериальное издание, оно выходит в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена. Как правило, сериальное издание, оно нумеровано, имеет нумерацию, либо у него есть датированные тома, выпуски, есть одинаковое заглавие, и, как правило, у продолжающихся, например, еще может быть однотипное оформление, так же, как и периодическое. Периодическое издание – это сериальное издание, выходящее с определенной периодичностью, через установленные промежутки времени. Как правило, у него одинаковое количество номеров в течение года или выпусков, по содержанию они не повторяются, у них есть однотипное оформление, есть нумерация и есть одинаковое заглавие. Периодические издания могут быть различными. Мы чаще всего имеем дело с ежемесячными, но может быть ежедневным, может быть еженедельным, ежеквартальным и даже ежегодным. Может два раза в год выходить, но в течение последних 15 лет он выходит стабильно два раза в год, и можно увидеть, что это периодическое издание. А вот продолжающееся издание очень похоже, но немножко другое. Это тоже сериальное издание, но выходит через неопределенные промежутки времени, как накопился материал на выпуск, а давайте его издадим, а давайте его издадим, и его издаем. И объявляем набор в следующий выпуск, который выйдет, но не знаем, когда соберется материал. Примерно, может быть, скажут, но точно, как в периодических журналах, такого нет. Промежутки могут быть различные. Тоже однотипное оформление, тоже нумерованные, датированные выпуски могут быть, и тоже будет общее заглавие. Вот это их роднит с периодическими изданиями, но разница в том, что только по-разному они выходят. И серийные издания или серия, это серийные издания. Это составная часть серии, и серийное издание тоже выходит под, имеет общее заглавие, это название серии, но у него будет еще свое частное заглавие. А вот серия, это сериальное издание, которое состоит из различных томов, например, различных книг, объединенных общей идеей, у них есть общий замысел, есть общая целевая аудитория или тематика, и у них есть общее название серии. И, как правило, оформление тоже у них будет однотипное. Ну, там серия очумелые ручки будет выходить в красочном оформлении, и мы сразу эти книжки можем узнать по оформлению. И сложность вот этой идентификации издания присутствует, хотя мы сейчас вот попробовали с этим разобраться, хотя бы самые-самые простые варианты рассмотреть, но даже специалисты не всегда могут точно определить, поэтому работают с сериальными изданиями. Ну, в названиях могут встречаться разночтения, могут быть изменения издающего органа в периодичности, в выходных данных могут разночтения появляться, разные объемы, система нумерации может быть другая. И некоторые из периодических и продолжающихся изданий, они вообще могут поменять свою видовую принадлежность прямо в ходе своего существования. Выходило-выходило как периодический журнал, а потом бац, и часть номеров стала выходить как продолжающиеся издания или вообще как книга, или вообще стала серией книг. То есть такие вещи, они происходят. Это есть такой термин, еще библиографическая неопределенность, по-моему, называется такой феномен библиографической неопределенности. Поэтому для нас, ну, для нас, как для небиблиографов, сильно заморачиваться с этим не надо. Смотрите просто, что у вас в руках или на экране монитора. Постарайтесь определить, что за источник. Он, вот тот, с которым вы сейчас работаете, он периодический или он продолжающийся. Еще хорошая подсказка может быть на сайте. Как это проверить? Если есть сомнения, зайдите на сайт, официальный сайт самого издания, посмотрите там, как они себя позиционируют, либо в e-library. Открываете карточку журнала, и там, как правило, указано периодическое издание или продолжающийся сбор. Вот это можно увидеть. Если не написано периодическое издание, значит, скорее, но есть нумерация, скорее всего, продолжающейся сборной. Просто имейте в виду, что такая вещь, она бывает, она присутствует, но чаще всего у нас с этим особо сильных проблем не возникает, но можем столкнуться. По сведениям об идентифицирующем ресурсе, что нам нужно знать отсюда и взять? Описание идентифицирующего ресурса у нас приводится за двумя косыми чертами. Вот мы их прямо в названии мы сюда и поставили, где они приводятся, в подсказках. Библиографическое описание ресурса, в котором помещена составная часть, зависит от его вида и в зависимости от того, как мы уже говорили, будет у нас одночастный или многочастный ресурс, мы будем и выбирать нужный раздел ГОСТа. Одночастные ресурсы, вот это пятый раздел ГОСТа, а многочастные ресурсы, там, где у нас идут многотомники, отдельный том из многотомника, сериальные издания, журналы, сборники или серия какая-то у нас выходит. Это вот из шестого раздела. Комбинированные комплектные ресурсы тоже смотрим по шестому разделу. То есть это вот вам подсказка, куда бежать в ГОСТе, если вдруг у нас возник вопрос и попалось вот такое издание. Какие еще здесь особенности есть? Пункт 7.3.2. Слова-словосочетания в основном заглавии идентифицирующего ресурса не сокращаются, но приводится дополнение. То есть название журнала, название книги мы пишем так же, как по общим правилам, без сокращений. В сведениях об идентифицирующем после фамилии автора... Ой! Светлана, прошу прощения, коллеги, просто у меня так немножко автор заглавия... Вот какая штука! Сейчас о ней скажу. До нее еще не дошло. Светлана, вы немножко меня прямо с языка сняли. В сведениях об идентифицирующем документе, если у вас сборник даже конкретного автора, вынести... Можете вынести его либо в заголовок составной части, но... Либо указать в сведениях об ответственности, но заголовок, как правило, вот в этой второй части, в тесте заголовок второй раз не приводится. Здесь принято делать описание под заглавием, то есть он у вас уйдет. Либо вы можете его в составную часть написать и название статьи, да, конкретно его, если это вообще весь автор, один, единственный на всю книгу и больше там никого нет, ну, в принципе, можно сделать под заглавием, но указать его в сведениях об ответственности, ну, и там, и там можно указать. Вообще, по правилам заголовка, его надо вынести в заголовок составной части, потому что у нас автор есть. А вот сюда, за двумя косыми чертами, мы уже начинаем писать с заглавия, заголовок здесь уже не приводим. Он у нас может уйти в сведения об ответственности, но второго заголовка здесь не будет. да, и по поводу запятой, в принципе, да, в принципе, ставится. Но опять же, смотрите, в тех методических рекомендациях и требованиях, если вы готовите это для какого-то издания, например, для публикации, либо это ваша письменная работа для какого-то учебного заведения, магистрское, ВКР, или что-либо еще, что написано в ваших рекомендациях. И так, и так, может быть, и с точкой, и с запятой, и без запятой. То есть иногда в письменных работах студентов, учащихся, этот опускают запятую после фамилии, но главное, чтобы было единообразно уж во всем списке. То есть здесь, смотрите, иногда его опускают, ну вот, что не запрещено, то можно опустить. Поэтому здесь чисто на методические рекомендации. И исключительные случаи, когда можно сократить основное заглавие. Если слишком длинное заглавие, вот как в нашем примере, мы его разбирали на первом вебинаре, то мы можем оставить все ключевые слова, но без потери логики и смысла. Естественно, это должно быть. Тогда, да, допускается через троеточие и отделенное пробелами с двух сторон. Только в этом случае. Во всех остальных случаях мы заглавие не трогаем и пишем так, как положено. Ну вот, как в нашем примере, труды Московского университета мы здесь сократить не можем, мы будем писать полностью, потому что это заглавие этого ресурса, в котором расположена, спасибо, Светлана, расположена наша статья, наш вот этот вот кусочек. И вот смотрите, у нас два автора у этой статьи. Сейчас скажу, Вероника, два автора статьи, поэтому по правилу сголовка мы указываем первого, ровно так же, как для книг мы делали. Ничего здесь особенного такого нет. Но и обоих авторов первые сведения об ответственности мы приводим за косой чертой. И вот этим мы говорим, что у этой статьи два автора. А если бы у нас здесь было название книги, там труды Московского университета, у книги было бы там четыре автора, тогда бы вот здесь мы бы тоже привели сведения об ответственности и написали бы этих двух и оставшихся двух, всех четырех по правилам. Но это были бы четыре автора, которые написали вот этот труд, они относились бы к этому труду. А вот эти два автора написали вот эту статью. Чувствуете разницу? Поэтому вот смотрите, все, что до двух косых черточек, это касается только статьи. А все, что после двух косых черточек, касается самого Талмуда, Тома, вот этой книги, журнала и так далее. Вероника Кринделева. Прошу прощения, коллеги, я пытаюсь читать фамилии, но если я что-то неправильно воспроизведу, пожалуйста, не обижайтесь. Студенты очень часто спрашивают, зачем ставим запятую после фамилии автора перед инициалами, как грамотно им это объяснить. Моя любимая фраза. Не знаю, так указано в гости. Нет, на самом деле, логика здесь, в принципе, присутствует, потому что мы имеем дело не только с отечественными авторами, но и с авторами зарубежными. Нугуен Ван Тхо. Где здесь фамилия? А где здесь имя? Что ставить вперед? А у вьетнамских авторов, по-моему, там вообще люди, вернее, у них как-то по-другому. У нас фамилия, имя, у них как-то наоборот читается. То, что произносится сначала не Маша Алексеева, а наоборот. Фамилия сначала идет. В общем, там, да, совсем не так, как принято у нас. И вот, подишь, ты пойми, вроде бы это и перевод дан, да, и на русском языке. А где тут фамилия? А как ее? А как потом мы искать будем? По Нгуен? Нгуен Ван? Тхон Ван? Ван Тхон? Где здесь фамилия? Поэтому и приняли вот такое правило, что фамилия отделяется запятой. И мы знаем, ага, вот то, что до запятой, это фамилия. То, что после, это инициалы. Потому что там, особенно азиатских авторов, да, он так и будет написан. Полностью все вот эти вот три имени. И как понять-то? Поэтому у нас бывают такие переводные издания. Вот если мы с ними столкнулись, мы уже сразу знаем, ага, вот все, что до запятой, это фамилия. Вот по ней мы и будем искать. Ну, это вот самое простое объяснение, Вероника, то, что можно вот как раз для студентов, может быть, дать. Сразу, коллеги, да, запись вебинара обязательно будет. Презентация коллеги не скачивается. За октябрь, ноябрь это идет у нас уже все материалы, все презентации в рамках январского курса. Вот туда, к нашим, я вам, занятиям уже все презентации, все материалы, плюс еще дополнительные материалы, у вас все будет. Будет ли ошибка, если имя, отчество написано полностью? Если в заголовке, то да. Здесь сокращаемо, хотя могут быть исключения из правил, когда мы говорим о том имени, под которым автор получил наибольшую известность. Вот там будет, но для исторических деятелей в основном, для лиц, которые вошли в историю, кстати, у нас будет по заголовкам, по-моему, в декабре вебинар, вот там мы это уже более подробно посмотрим, когда это может быть. А в принципе, вот да, инициалы здесь полностью не расписываем. Вот здесь за косой чертой мы можем привести, если у нас было написано там Евгений Федосеев, Светлана Федосеева, да, вот это мы можем привести за косой чертой, так как это было у нас в источнике. И вот смотрите, что у нас здесь? Сведения, относящиеся к заглавию. Когда мы их приводим сюда? Когда есть необходимость уточнить само заглавие, используется типовое заглавие, есть ли ресурс электронный, тогда мы приводим уже пояснение, что вот это выше, мы взяли этот кусочек, откуда? С сайта Высшей школы экономики. Вот мы поясняем, что это не журнал, это не книга, это не сборник, это именно сайт. Или мы взяли какую-то статью из новости образования, проблемы и решения. А что это? Это сайт, это портал, это книга. Вот мы пишем пояснение тогда. Не, это сборник научных трудов. И особенно, если у вас, например, есть несколько журналов с одинаковым названием, легко перепутать, тогда тоже можно написать пояснение, да, там продолжающиеся издания. Какие-то сборники, книги, вот тогда сюда мы пишем пояснение. Но если это периодическое издание, то тогда мы немножко по-другому его можем указать. Вот здесь у нас, кстати, что приведем? Да, это журнал у нас или кто? Ссылку потом. Слово сайт, да, пишем в квадратных скобках, формулируем сами, а потом уже URL и пошел адрес. Сведения, относящиеся к заглавию, пояснение мы размещаем. Про электронные ресурсы мы еще в следующий раз тоже поговорим. Сведения об ответственности всегда ли опускаются? Для идентифицирующего ресурса сведения об ответственности приводятся по тем правилам, которые существуют для многочастного или одночастного ресурса по пятому или шестому разделу ГОСТа. Там есть возможности, когда эти сведения опускаются, первые сведения обязательны, но если мы имеем дело с периодическим изданием или продолжающимся сборником, как у нас вот здесь, тогда эти сведения мы можем опустить. Есть правило, правило, по которому мы приводим вот эти вот сведения ровно в этом порядке, как они указаны здесь. И вот когда коктейли сейчас будем смешивать, я их вам покажу для сборников, для сериальных изданий, для периодических изданий. Здесь есть, для многотомников, здесь есть свои особенности с нумерацией и указанием элементов. Вот там мы то, что за косой чертой, можем опустить. Для книг смотрим. Если есть, то да, приводим. Здесь мы опустили, потому что у нас сборник, у нас нет. Если важно указать под редакцией кого, например, разные выпуски этих сборников или с аналогичными названиями выходили под разными редакциями, а остальные данные у них практически совпадают, тогда мы укажем. А если можно без этого обойтись, то здесь да. Нет, здесь мы приводим место и год издания, издателя мы опускаем, поэтому у нас здесь стоит запятая. Это не периодическое издание. Слово сборник без квадратных скобок. Светлана, смотрите. То, что в квадратные скобки мы ставим то, что мы сформулировали сами. Нигде не было написано, что это сайт, мы это сформулировали сами, поэтому ставим в квадратные скобки. А вот это было написано. Сборник, научных трудов, институт, такого-то, такого-то. Мы это взяли из источника. Если нет квадратных скобок, значит, это было в самом источнике. Да, Лариса. Ставится. Дальше. По сведениям, вот как раз мы сюда с вами и подошли. Да, вот спрашивали про год, место издания и год издания. Как правило, место и год публикации в описании включается. Имя издателя может быть включено, а может и не включаться. То есть если это не принципиально и не способствует лучшей идентификации документа, ну иногда это необходимо, например, в разных изданиях, издательствах вышло с одинаковым названием книга. Ну вдруг вот так вот случилось, тогда лучше указать. В данном случае это несущественно, поэтому ГОСТ не дает прямого указания, что не включаем, но про имя издателя говорит, может быть включено, да, как бы в виде исключения. Поэтому мы его сюда с чистой совестью и не включили. А соответственно, раз мы его пропускаем, то соответствующий знак, предписанный пунктуацией, у нас запятая, Москва. Остальное у нас, издатель у нас исчез, и мы ставим год издания с предшествующим ему знаком. Вот смотрите, первый вебинар, мы там говорили про, что бывает, когда мы опускаем, как правильно опускать элементы. Соответственно, у нас вот запятая и переехала сюда, она осталась, остальное ушло. Вот еще один пример, давайте посмотрим. Берем чисто вот первую часть, ну здесь единственное во втором примере, только вот видите, у нас в книге сам было написано «Мышление шахматиста», кстати, очень интересная статья, и там было написано «Михаил Тать». Мы поставили, как положено, в заголовок «Таль», «ММ», «Мышление шахматиста». За косой чертой, вот так это было приведено в самом сборнике написано, мы это написали. Ну, текст непосредственно оставили, хотя можем его и не включать. Тогда у нас будет пробел, две косые черты, и вот дальше пошло. Это была хрестоматия, мы ее даем под заглавием. Смотрите, не под заголовком, под заглавием. И вот здесь мы добавили сведения об ответственности под редакцией, кого вышла эта хрестоматия. Авторов там очень много, там сотни, допустим, десятки статей, и у каждой свой автор. Конечно, мы сюда не пишем, она у нас идет под заглавием, но мы добавили под чьей редакцией, потому что это может быть важно. Это имя. Нам это было важно выделить. Поэтому мы сюда добавили сведения о редакторе. Дальше идет «Москва». Издательство у нас есть, эта книга. Это год есть. И страница, на которых расположена эта статья, у нас есть. Все. Вот мы сделали описание на отдельную статью из этой хрестоматии. В смысле, издательство. Ирина, не совсем поняла вопрос. После Москвы указано издательство. Ну вот, да. Вот это вот имеется в виду. Здесь слова «издательство» точно нет. Мы его опускаем. Нет. Составная часть у нас вот здесь. А вот это идентифицирующий ресурс. В первом примере мы рассматриваем, не рассматриваем составную часть. Мы рассматриваем только сведения об идентифицирующем ресурсе. Видите, вот у нас идет за двумя косыми чертами. То есть здесь какая-то ссылка на отдельную главу отдельного автора. Мы ее оставили. И мы выделили только сведения об идентифицирующем ресурсе. Что здесь? Москва не сокращается. Москва не сокращается. Третье издательство. Расшифровать издательство? Нет. Нет. Смотрите, где у нас издательство уже расшифровано. Для книги, для сериальных периодических изданий опускаем. Смотрите, при описании идентифицирующего ресурса. Еще раз. Да, сложная такая штука идет. Можем включать имя издателя, производителя и распространение. Если сборника, а мы сейчас говорим о книгах в описании. Смотрите, здесь что еще у нас может быть. Можем включать имя издателя, производителя и распространителя. Что мы сюда и сделали. Потому что здесь речь идет об отдельной книге. Это не сборник. Это учебное пособие. Мы ссылаемся на отдельную главу. Поэтому сюда можно его включить. Можем опустить. Можем. Оставить и включить как название. Если он выходил, например, в нескольких изданиях. Третье издание. Оставляем. Третье издание. Либо третье издание там дополненное, переработанное. Если они есть в самом источнике, то сведения о каком-то переиздании мы сюда можем включать. Место издания не сокращается. Пишем полностью. Это да. И СБМ можно и опускать. Но если речь идет о книге, можем его и оставлять. Можем под редакцией. Да. Можно сократить. Можно писать полностью. Можно сократить. Хотя взят курс на минимизацию сокращений. Но вот в этой части это вторые сведения об ответственности. В принципе, если принято, если в методических рекомендациях это зафиксировано, то можно оставить как сокращение. Вот два варианта. Да, лучше, конечно, полностью. Но можем оставить, если это в методичке вот так вот сказано. Место издания не сокращаем. Если текст, который указан в конце книги, добавляйте автор-составитель. Елена, смотрите, если у вас есть у книги автор-составитель, то в сведения об ответственности его так и записываете. Автор-составитель какой-то. Да, вот это пойдет в сведения об ответственности. Если там много. Изначально описание самого сборника у нас только вот здесь. Мы ссылаемся на конкретную статью, так же, как здесь мы ссылаемся на конкретный раздел, главу или параграф. Вот до косых черточек у нас только будет идти автор этой главы или параграфа, его название, а вот дальше в сведениях о идентифицирующем ресурсе нам нужно указать, откуда мы это взяли, что это такое. И вот особенности у нас уже сразу и пошли, с которыми мы уже начали сталкиваться. По нашей схеме. Есть одночасные ресурсы. Вот как раз книга на главу или раздел, к которой мы можем ссылаться и делать описание на составную часть ресурса, если нас интересует только эта глава, только этого автора из этой книги. Тогда мы можем ссылаться на нее. Тогда мы пользуемся вот этими правилами при оформлении, составлении описания идентифицирующего ресурса, которые в ГОСТе идут под пятым разделом, то есть описание одночасного ресурса. Если у нас из многотомника, из периодического или продолжающегося издания, тогда мы пользуемся правилами шестыми и плюс те особенности, которые приведены в разделе седьмом. Описание составной части одночасного ресурса может выглядеть вот так. Без СБН, хорошо, мы приводим его вот так. Можно. При аналитическом, значит, смотрите, можем опустить. Мы его опустили, мы оставили только год. Можно опускать. В ГОСТе это не запрещено, но и не запрещено нам его привезти, если оно есть, если речь идет о книге. Если речь идет о книге, да, там можно привезти. В периодических и продолжающихся, как правило, не приводится. В сборниках и в журналах. Вот там это точно исключается. И вот мы привели текст. Вот они, страницы, где расположена эта статья. И вот они, данные. Вот мы сократились здесь, взяли и решили не приводить издателя. ГОСТ нам это разрешает, почему бы этим не воспользоваться. СБН, да, можем. И по периодическому ресурсу. Что здесь, какие у нас особенности. Все остальные правила мы смотрим по правилам составления и описания книг. То есть если есть сведения, второе издание, третье издание, исправленное, переработанное, и относится это ко всему ресурсу, тогда мы их приводим. В первом примере, когда мы смотрели. При описании составной части ресурса из периодического издания. Что здесь опускается? Здесь опускается вообще место издания, имя издателя, и приводится только год и нумерация, номер. Но кроме случаев, когда это необходимо для точной идентификации ресурса, тогда мы можем привести, например, место издания. В Воронеже и в Москве выходит журнал с одинаковым названием и, соответственно, научный руководитель, допустим. И для того, чтобы точно указать, что это мы смотрели и там, и там, 2018-й, и там, и там, номер 3-й, чтобы точно указать, что это московский журнал, а не воронежский, вот здесь тогда через точку тире мы дописываем Москва. Тогда можно привести. Если такая идентификация не требуется, то для журналов мы это опускаем. Соответственно, у нас остается только название журнала, не сокращаемое, год, номер и дальше страница. По составной части продолжающегося ресурса труды, записки и прочее, для сериальных изданий. Какие здесь есть особенности? Если составная часть помещена в выпуске или номере сериального ресурса, то области и элементы, которые относятся к идентифицирующему ресурсу, за двумя косыми черточками мы их приводим. Вот здесь мы смотрим пункт 6-й, 6-3, раздел ГОСТа, 6-й, описание многочастных ресурсов. Вот ровно, что там написано, это мы приводим. Но есть исключения для сериальных изданий. Вот в следующих элементах описания они приводятся вот в такой последовательности. Именно для сериальных изданий. Дата публикации. Обозначение тома, выпуска, номера и его порядковый номер. Если у нас газеты или другие ресурсы, которые выходят ежедневно или еженедельно, то указывается число и месяц. Потом идет частное... Ну, у нас нет, у нас выходит реже, поэтому мы этот элемент опускаем. Потом идет частное заглавие этого выпуска, номера или тома, если оно есть. Хотя элемент факультативный, можно его опускать. Вот здесь можно его опускать. Но иногда имеет смысл и привести по частным заглавиям. И страницы или элементы ресурса, на которых помещена составная часть. Если том, часть или выпуск включают более мелкие деления, то тогда их через знак запятая приводим. Том второй, выпуск четвертый, запятая, выпуск четвертый и сокращать можно. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количестве частей, которые при создании многочастного монографического ресурса предусмотрены. Ну, это пишется для многотомников, если мы из конкретного тома берем какой-то кусочек. Для собрания сочинений, избранных и прочих. Для периодических и сериальных... Для сериальных изданий периодических и продолжающихся мы этого не пишем. Да, не нужна. Точку здесь убираем. Где нашли точку? Вот здесь, да? Молодцы. Точку мы что делаем? Точку мы убираем. У нас остается только запятая. Здесь у нас будет только одна запятая. Если у нас не будет выпуска, а только том одиннадцатый, тогда мы что ставим? Вообще ничего не ставим. Мы ставим пробел, ставим двоеточие, пробел. И вот частное название у нас есть этого выпуска. Мы его сюда привели. Хотя условно обязательный элемент, поэтому мы его здесь... Как бы ГОС не настаивает. Мы его можем опустить и написать просто выпуск третий, страница с такой-то по такой-то. Вот это мы тоже можем опустить. Если у нас основной массив в нашем списке это печатное издание. Тогда у нас будет просто пробел, две косые черты и дальше пошло. Вот поэтому у нас здесь остается указание места издания, название сборника, общее заглавие. Вот оно место издания, год. Так, сейчас возьму вот эту указку. Год. Дальше мы приводим номер тома или номер тома и выпуска, если более мелкое деление. Если у этого выпуска есть свое частное заглавие, мы его можем привести, хотя можем и опустить. И дальше те страницы, на которых расположена эта статья. И вот знаки для сериальных изданий, вот такой порядок следования, вот здесь. После места издания у нас идет дата публикации, год, номер тома и дальше у нас пошли страницы. Обозначение для продолжающихся номер, частное заглавие, если есть, и страницы, на которых помещена составная часть. Все, больше мы сюда ничего не помещаем. В скольких томах мы здесь указать не можем, если у нас это продолжающееся издание, и оно еще продолжается, продолжается, так же, как и периодические ресурсы. Мы же там не можем написать журнал в 30 томах, если он не завершенный, естественно. Тогда нет, здесь мы не указываем. А вот если это многотомник, тогда да. Тогда сейчас мы его еще посмотрим. Это про продолжающиеся ресурсы. Вот когда выходят труды великого института или великого университета, и если они не завершены, то нет, в скольких томах они еще выходят. Какие могут быть варианты описания составной части многочастного или сериального ресурса, вот этого библиографического описания. Вот то, что, кстати, про частные заглавия. У нас может быть общее заглавие, вот это труды Московского университета, да, вот оно общее заглавие для всех, но у каждого выпуска может быть свое частное заглавие, так же, как у многотомников. Может быть, общее заглавие в собрании сочинений, а может быть, и в... Может быть, еще и приведено частное заглавие каждого тома. И вот тогда то, что мы с вами в прошлый раз смотрели, выпуск, вот, да, точки уже у нас нету, да, идет запятая. Здесь пробела нет, пробел у нас вот здесь. Ой, сейчас я его возьму. Вот, 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 вот. Пробел вот здесь. Здесь пробела точно нет. Просто шрифт такой, что он немножко визуально может... Надо его поменять, иначе он может вводить в заблуждение. Здесь пробела нет. Вот здесь есть, здесь есть, а здесь нету. Вот запятая без пробела. Можем двумя способами. Можем сделать описание под частным заглавием выпуска, тома или части, если оно есть. А общее заглавие ресурса в этом случае мы можем отправить в область серии. Можем сделать вот так, как мы в прошлом... На прошлом слайде смотрели. Да, а можем сделать и вот так. Вот эта статья взята из вот этой книги, «Эволюция представления о собственности», которая вышла в Москве в 2018 году, страница такие-то, и представляет собой выпуск 3 тома 11 трудов Московского университета. То есть мы смотрели с вами в прошлый раз, у нас было два варианта описания одного тома из многотомника, когда мы указывали либо в области серии, либо указывали по длинным-длинным, превращали его в длинное-длинное заглавие. Вот здесь у нас немножко напоминает, мы тоже можем сделать, если привычнее нам с областью серии, то вот эти данные об общем ресурсе, общее заглавие, мы можем отправить вот сюда. Сюда же обозначение номера тома или выпуска, если он есть. И можем сделать, если есть частное заглавие этого выпуска, сделать под ним. Вот как вариант. И так, и так тоже будет правильно. Поэтому мы можем и с тем, и с другим сталкиваться, просто иметь в виду, и так, и так можно. И если составная часть ресурса у нас расположена в нескольких номерах или в нескольких выпусках. Так, сейчас давайте вернемся еще раз на вот этот слайд. Значит, по пункту 7, 6, 3. Если составная часть у нас помещена в томе выпуска многочастного или сериального ресурса, то в качестве основного заглавия может быть приведено частное заглавие этого тома или выпуска. А общее заглавие многочастного или сериального ресурса и обозначение и нумерация томов или выпусков в этом случае уходит в область серии. Вот это второй вариант. Это точно один из вариантов, который в ГОСТе допускается как возможный для описания. Если составная часть ресурса помещена в томе выпуска многочастного ресурса, то есть имеется в виду и монографического тоже, то есть многотомника, то области и элементы, которые относятся к идентифицирующему ресурсу, приводятся по пункту 6.2. То есть вот то, что за двумя косыми черточками, если мы имеем дело с многотомником, то тогда мы его описание с двумя косыми черточками делаем по пункту 6.2, как для многотомного издания, как для отдельного тома из многотомника. Но исключения составляют следующие элементы. Название места публикации, дата публикации, потом идет обозначение тома или выпуска, его порядковый номер, если есть, частное заглавие тома или выпуска, если есть, и страница элемента ресурса, на которых помещена эта состальная часть. То есть мы делаем описание не на весь многотомник, а на отдельный том. Но вот особенность для составной части ресурса именно вот в этом исключается. Вот там где в трех томах, в десяти томах, мы это можем, если это необходимо, мы можем указать вот сюда, сведения, относящиеся к заглавию, в 128 томах. Можем указать сюда. Но в принципе вот то, что требуется. И издание мы здесь можем опускать? Можем. Ну и не запрещено. Нужно ли указывать редакторов выпуска? Не обязательно. В данном случае мы посчитали, что не обязательно. Но если это... Здесь просто смотрите, насколько это нужно делать, насколько это важно. Насколько имя редактора для нас важно. для идентификации этого сборника. Сможем ли мы его найти без этого? Наверное, да. По Ирина Козина, по поводу издательства. Да. Место публикации. Да. Может быть... А вот, Ирина, как раз вот ровно то, о чем мы с вами и говорили. Может быть... Я уже про это тоже сказала. Может быть включено, а может быть не включено. Но Гос нам разрешил. Если надо, можете включать, пожалуйста, если оно есть, если это необходимо. Например, одна и та же книга вышла у одних и тех же авторов. Ну, так получилось. Там допечатка тиража в одном издательстве и тут же практически выходит в другом издательстве. Ну, тогда, наверное, да, чтобы не запутаться. Можем опустить, можем описать. Но для, еще раз, для периодических, для продолжающихся ресурсов, сборников не приводится. Если составная часть расположена в нескольких номерах или выпусках, что тогда делается? Сведения о ее местоположении в каждом из выпусков или номеров отделяются точкой запятой. То есть вот таким образом приводится. Вот у нас одна и та же статья. Вот она у нас вышла в томе 11 в третьем выпуске. Она пришла в 12 во втором выпуске и в 14 томе в четвертом выпуске. Ну, такая вот статья с продолжениями. И вот мы указываем те места, где она расположена. Вот здесь у нас пробела не хватает. Здесь у нас тоже не хватает. Между томами, увидели, не хватает. Почему после точки запятой с большой буквы, а вот когда мы в серии указывали с маленькой, посмотрите в гости, в образце описания приведено с большой буквы. Окей, как сказано в гости, так мы и сделаем. Написано с большой буквы в этом случае, напишем с большой буквы в этом случае. И вот описание составной части многочастного ресурса. Вот из учебного пособия мы взяли кусочек отдельная глава, которая написана этим автором, но у нас есть один автор, это составной части. Мы его здесь можем не приводить, потому что он один и есть один, и не отличается от того, что приведено в источнике. Дальше за двумя косыми чертами мы даем информацию об идентифицирующем ресурсе. За косой чертой мы приводим первые сведения о всех авторах, которые вот это учебное пособие написали. место издания год и раздел, там глава, параграф, например, который вот у нас называется введение в законодательство европейского сообщества и страницы, на которых он расположен. Если у нас два автора составной части, все будет то же самое, но вот здесь мы добавляем косую черту и приводим сведения о всех авторах в соответствии с правилами, которые мы в самом начале вспоминали, которые у нас вот этот раздел, эту главу или параграф написали. У этого раздела есть свое частное заглавие, свое название, поэтому мы вот так вот можем сделать описание. Таким под частным заглавием. И по сборникам материалов конференции. Здесь все то же самое. Мы приводим заголовок, мы приводим название статьи. Все на этом у нас закончилось. Дальше мы можем переходить к идентифицирующим документам, к сведениям о идентифицирующем ресурсе. Название сборника, вот оно, «Наука. Настоящее. Будущее». Через пробелы, это сведения, относящиеся к заглавию, пошли, мы поясняем, что это сборник материалов, пятой научно-практической конференции международным участием для студентов, эспирантов, молодых ученых. А вот дальше, в круглые скобочки, мы пишем, что она прошла в Санкт-Петербурге 17-18 марта 2017 года. Вот ровно так, как написано здесь. В сведениях, относящихся к заглавию, ну, да, мы можем написать. Вот нам важно было, что под редакцией, там, Селиванова вышла. Через точку тире полностью место издания. Издательство, интернет-университета, сейчас скажу, запятая, да, потом у нас идет год, и потом идут страницы. Почему запятая после места издания? Это для, коллеги, для проверки, насколько мы внимательно смотрим, да. Здесь у нас что должно стоять? Это вопрос к аудитории. Ага, двоеточие. Как мы его отделяем? Ага, отлично. Так, увидели, увидели. Вот так мы его ставим, или как-то по-другому, вот сюда я его поставлю, правильно будет, или не совсем. Да, вот Санкт-Петербург, двоеточие, с одним, Диана, с двумя, да, Санкт-Петербург, пробел, двоеточие, пробел, а вот дальше пошло издательство, интернет-университетом. Можем мы его здесь приводить? Да, можем указать, что этот сборник вышел вот в издательстве этого университета в семнадцатом году. Можем указывать, а можем не указывать, да, вот тот самый вариант, когда мы воспользовались тем разрешением ГОСТ, которое может быть указано, издательство, после ГОСТа. Чаще всего мы приводим вот так. Санкт-Петербург через пробелы, отделенное пробелами двоеточие нам уже не нужно, да, и вот тогда у нас появляется Санкт-Петербург, запятая, и сразу пошел год и количество страниц. Да, можно не указывать. Просто имейте в виду, что иногда указывают. Просто смотрите, опять же, вы формируете свой список источников для своей статьи либо своей письменной работы. Поэтому смотрите на те требования, которые и те образцы, которые вам предлагаются. Может быть, такой вариант, и вы с этим можете столкнуться, а может быть вариант и сокращенный просто место издания, год, строго по ГОСТу, да, и количество те страниц, на которых расположена эта статья. Издательство или издательство. Елена, можно сокращать. Вот на первом вебинаре мы как раз смотрели, какие, что там опускается, когда мы пишем про издателя, имя издателя, распространителя, производителя, что сокращается, чего не сокращается, что вообще убирается оттуда, какие указания, что остается. И в каком случае издательство просто обязательно должно быть. посмотрите, вот там, там это есть. И смотрите, вот эти вот два варианта, которые я вам привожу сюда. Пишется, файлы не меняются, Татьяна Волосенко. Коллеги, какие файлы у нас не меняются, где у нас что не меняется? Напишите, пожалуйста, слайды не меняются или что происходит? Где у нас не меняется? Вот эти два примера, которые я вам сюда привожу, это взято два примера ровно, два примера из разных пунктов ГОСТа. Смотрите, какая история получается. Вот с этим моментом мы часто сталкиваемся. Если остальное, в принципе, нам понятно. Название сборника, какая конференция, потом, ладно, под редакцией есть, написали, без редакции просто точка-тире ставим. Ну, сведения, относящие об ответственности, здесь может быть под редакцией, либо каким учреждением, университетом издается данный сборник. Сведения об ответственности лучше, конечно, указать. Место издания год, количество страниц, все. Вот это зачем мы еще раз пишем, если вот это мы сюда уже написали? Это совершенно другая область. Это сведения, относящиеся к заглавию. Вот они у нас идут после двоеточия, отделенного пробелами, пояснение. И вот два варианта, как они приведены в гости. И с тем, и с другим мы можем столкнуться. Во-первых, либо тот, либо другой вариант вы можете заимствовать из чужих описаний, либо в ваших методических рекомендациях может быть приведен либо один, либо другой вариант. И тот, и другой правильный. Здесь, смотрите. Первый вариант. Библиография в электронной среде, двоеточие. И дальше, межрегиональный семинар, запятая, Москва, запятая, 11-12 ноября 2003 года без всяких скобок. Вот этот пример приведен в гости в пункте 7-6, по-моему, 6, если не ошибаюсь, в седьмом разделе, когда приводятся примеры, объясняются правила составления, описания идентифицирующего ресурса. Вот приведен такой пример. Но если мы посмотрим чуть повыше, в пятом разделе, к пункту 5.2.5, сведения, давайте я вам номера пунктов сейчас дам, чтобы вы могли потом сами их себе включить, например, в программу просмотра. Вот это вот приведено в пункте, который объясняет составление, описание на составную часть ресурса. И есть такой пункт, а этот раздел, седьмой, нам говорит, что вот это идентифицирующее сведение мы пишем по разделу пятому. У нас есть в пятом разделе вот такой пункт 5.2.3.7. И вот этот первый пример, он явно приведен по этому пункту. Но есть еще один пункт в ГОСТе, тоже в пятом разделе. Вот к этому пункту приведен второй пример со скобками. Что говорится в этом пункте? Сведения о хронологических и географических сведениях, данных, которые связаны по смыслу со сведениями, которые относятся к заглавию. У нас они связаны по смыслу. Приводятся по пункту 5.2.3.7. То есть через запятую. Вроде бы все правильно. Вот как и приведено в этом разделе. Указанные в предписанном источнике вот эти хронологические и географические данные Санкт-Петербург 17-18 марта 2017 года связаны по смыслу с основным заглавием. Приводятся в описании после основного заглавия и в сведениях, относящихся к заглавию, и отделяются от него знаком запятая. Если в источнике, перед ними отсутствуют другие знаки. Вот мы его привели. Но в этом же пункте 5.2.5 приводится пример в виде оговорки с предшествующим но. Там приводятся примеры вот все через запятую, как приводится. И дальше идет но. И приводится вот этот второй образец для сборников разных тезисов, догладов, конференций, сборников материалов, конференций. Иркутск 11-12 сентября 2016 года все это взят в скобки. То есть в самом гости приведен в одном месте написано вот так, в другом месте написано вот так. Поэтому и так, и так, раз и то, и другое там присутствует, то и с тем, и с другим мы можем сталкиваться. Что будет правильнее? И то, и другое будет правильно. Только в одном случае мы брали один пункт ГОСТа, в другом случае мы брали вот эту но, оговорку, и как пример, вот тот пример, который был приведен в виде, так можно понять, в виде исключения, да, что если для сборников тезисов, конференций, тогда мы указываем вот так, наверное, так. поэтому смотрите, вот эти вот два варианта, с которыми мы можем сталкиваться в описании. Какой из них брать, какой указывать, ну, чаще всего, честно говоря, попадается вот со скобками, чаще всего берут, отделяют все-таки скобками, чем запятой, но имейте в виду, что если вот так принято, и у вас в методических рекомендациях, либо в требованиях к оформлению в каком-либо издании будет написано именно вот так, это просто разные пункты ГОСТа, да, ссылка на них идет. Но и то, и другое имеет место быть. Самое главное, чтобы в одном списке у нас не было то одно, то второе, уж один вариант выберите и по нему делайте. Ну, и статья из сборника материалов конференции, да, вот здесь у нас приведено вот в примере как раз со скобочками вот это «но», используется, да, вот за заголовок, заглавия, вот это мы можем опустить, тогда у нас будет за двумя косыми чертами, название сборника, материалы, конференции, ну, ответственных редакторов, либо выпускающих организацию лучше все-таки указывать, да, за косой чертой, «Томск» 2007, количество страниц, все. и описание составной части периодического издания. Вот здесь, коллеги, обращаю ваше внимание, что проверяйте обязательно, вот здесь написано «бюллетень сибирской медицины», является ли он продолжающимся, либо он является периодическим. Самый простой способ – это вот по карточке журнала в e-library. На периодическое издание, вот мы нашли этот журнал, проверили, да, периодический тип сериального издания и здесь указывается. Если продолжающийся, будет написано продолжающийся. Ну и, да, вот, пример статьи, который здесь был приведен, вот оно у нас вот так и получилось. Нумерация в журналах сейчас очень часто идет не только там номера, идут еще и томам. Ну и описание статьи с ДОИ, куда вставляется ДОИ. Про электронные ресурсы мы уже в следующий раз с вами поговорим. Единственное, что, когда у нас идет статья с номером ДОИ, то он указывается до двух косых черточек. Вот сюда мы его вставляем. И если текст электронный нам нужно сюда дописать, то он будет идти перед ней. Вот так будет это выглядеть. Либо здесь мы ставим еще точку тире и пишем текст электронный. Но до двух косых черточек, потому что это ДОИ не журнала, а самой статьи. Вот его сюда вставляют. Ну вот, коллеги, мы с вами и добрались сегодня до завершения. Нашей сегодняшней встречи разобрали с вами описание составной части ресурса или бывшее аналитическое описание. Анна, Анастасия, которые волновались, что мы немножко отвлекаемся на вопросы. Надеюсь, мы успели выровняться. Да, но с учетом того, что мы немножко сдержали в самом начале на анонсе минут 10, так что мы, можно сказать, в час 30 уложились с вами очень даже в пару, как и положено. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Еще раз напоминаю, большая просьба посмотреть наши предыдущие вебинары. У нас их было пока еще два. Так вижу, Тома перед номером, запятая не ставится, только ставится, ставится, ставится. Это вы, наверное, увидели там, где мы не стали делать задания, а проскочили чуть-чуть подальше. Если нумерация более дробно идет, тогда через запятую остается. И, коллеги, сразу вам напоминаю про наши предыдущие вебинары, там, где мы разбирали, да, там, где мы с вами разбирали многочастные ресурсы и описание одночастных ресурсов. Многие из элементов мы сегодня немножко притормозили, пытаясь вспомнить. Ссылки на вебинары я вам даю, можно посмотреть. Презентации. Презентации сегодня у нас нет. Сейчас скажу, почему. Потому что они будут все на курсе. Сейчас у нас идет такая серия премиальных вебинаров в октябре-ноябре, когда мы с вами разбираем материалы, разбираем с вами разные темы по описаниям в октябре, и в ноябре у нас пойдут ссылки. Все материалы, которые относятся к этим вебинарам, они будут предоставлены уже на курсе для тех, кто придет на практику. Вот там мы будем это все тренироваться, отрабатывать, делать на заданиях, упражнениях, тестах и играх. И там у нас уже будут и все материалы презентации, и дополнительные текстовые материалы, и дополнительные электронные материалы, и раздаточные тетради, и все на свете. Вот это уже идет туда. И напоминаю, что за 8 сертификатов октября-ноября можно получить скидку в дополнение при записи на курс, в дополнение ко всем скидкам, которые будут вот на момент открытия оплаты курса. Но для тарифов только активной и вышеактивного слушателя. Вот поэтому у нас пока без презентации, но можно будет потом пересмотреть в записи. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу встречу сегодня завершаем. Напоминаю, в следующий раз мы с вами встречаемся 28 октября, будем говорить про электронные ресурсы. И вот там уже поподробнее и про ДОИ, и про статьи, и про сайты, и про медиаресурсы тоже уделим этому внимания. А сейчас я с вами прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...